Слава нашему Господу, возлюбленные братья и сестры, за эту великую милость и честь, которую сегодня удостоил каждого из нас Господь, быть сегодня вместе на этом месте. Аллилуйя! Это великая милость Божия, и сегодня мы здесь не случайно. Господь усмотрел это время, это служение, и сегодня это будут наши сердца открыты для того, чтобы услышать, что сегодня нашим сердцам хочет сказать Господь. Господь, вы знаете, сегодня сатана воистину восстал великой ярости и против народа Господнего тоже. И сегодня, как вы уже слышали, в Америке, может быть слышали, может быть нет, издался закон. Издался закон, который был принят во всех штатах, главный суд страны принял этот закон во всех штатах, чтобы позволялись эти однополые браки. И сегодня мы поистину живем как бы в таком состоянии, как в Содоме и Гоморре. И стрелы дьявола сегодня особенно они направлены на то, чтобы разрушить семьи народа Господнего. Но вы знаете, воля Божия не есть такова, слава Господу. И вы знаете, воли Божией нет на это, чтобы семьи народа Господнего разрушались, чтобы сегодня были проблемы в народе Божии. И это зависит многое, знаете, от кого возлюбленные? От наших отцов. Именно от глав семей, которым Господь верил жен, которым Господь верил детей. И поставил их главами, чтобы они ввели свою семью в правильном направлении. Аминь. И сегодня это слово, которое положил мне на сердце Господь, оно будет направлено именно к отцам. Что-то мы поговорим с вами и того, что касается матерей и жен. И немножко коснемся детей. Времени очень мало, но постараюсь с Божьей помощью вложиться. И хотел бы сделать такое маленькое предисловие. Я сам по себе еще не женат. Семьи, жены, детей не имею. Но Библия вот что говорит, возлюбленные. Кто говорит, что он что-либо знает, тот ничего не знает так, как должно знать. И дальше Писание говорит, но кто любит Бога, тому дано знание от него. Аллилуйя. Апостол Павел также говорил молодому служителю Тимофею. «Никто, да не пренебрегает юностью Твоею». И пускай сегодня никто на этом месте, ни один отец, ни мать, никакой старший человек, у которого, быть может быть, уже седые волосы, он прошел жизнь, не пренебрежет и моей юностью. И теми словами, которые сегодня Господь через меня будет говорить твоему сердцу, дорогой брат и сестра. Читая местописание, такие фести, нам здесь написано в пятой главе такие слова. Пятая глава, 22 стиха. «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь поминуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь». Сегодня хотелось бы поговорить о том, каково предназначение мужа, как главы семьи по отношению жены, и каково предназначение мужа отца по отношению детей. Вы знаете, сегодня Библия, Господь учредил определенный порядок в семье. Бог-Отец, Иисус Христос, Отец, Жена и дети. И это Богом данный порядок, Божий принцип. И когда, вы знаете, проблема касается детей, когда ребенок или дети, они не в должном состоянии пред Богом, в эту семью приходит проблема. Но когда стоит отец и мать в должном состоянии, эта проблема не так велика. Когда жена не в должном состоянии пред Богом, еще и с детьми, эта проблема умножается намного больше. Но когда не в должном состоянии находится отец, в эту семью приходит очень большая проблема. Потому что он как глава, он как пастырь, он как священник, тому, кому верил Господь, эту семью, направлять в вечность, он не в должном состоянии. Это является очень большой проблемой и тревогой в этом доме и семье. Вы знаете, самым главным, самым главным в семье, в должном состоянии, это должен находиться отец. Это глава семьи. И его правильное положение пред Богом зависит от того, насколько тесны его отношения с Богом. Насколько он уединяется в своей тайной комнате, чтобы поговорить со своим небесным отцом, чтобы получить откровение от неба по отношению своего духовного состояния, по отношению духовного состояния членов своей семьи, которые даровал ему Господь. И когда отец в должном состоянии пред Богом, это есть великое благословение для него. И что же должен этот отец сделать в своей семье? Вы знаете, зачастую сегодня братья могут думать о том, что моя задача как отца – это то, чтобы сыты были, жена, дети, одеты, обуты, здоровы, был дом, хлеб все до хлеба, мебель, и все было хорошо. У детей все было, все, что необходимо, у жены все довольны, он как бы доволен. Но не это есть сегодня то, возлюбленные, к чему сегодня призывает Господь отцов. Сегодня, как здесь написано, «Мужья, любитель своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Аллилуйя! Сегодня главное предназначение отцов по отношению жен – это чтобы приготовить жен. Это духовное приготовление жены ко встрече со Христом, ко встрече с Вечностью. И сегодня об этом должен заботиться ее муж. Когда она изнемогает, когда она духовно ослабевает, когда она устает в битве, муж стоит в поддержке для того, чтобы духовное становление жены было в должном состоянии, чтобы руки жены не опускались, чтобы вовремя утешить, чтобы вовремя сказать нужное слово, чтобы эта жена не упала духовно и не ослабела на пути к вечности, чтобы ревность в сердце жены возрастала с каждым разом, чтобы это была жена Божия. Аллилуйя! Чтобы это не была просто жена, которая жила бы, просто занималась бы воспитанием детей, просто бы помогала бы мужу и все. Нет. Главное предназначение для мужа – это приготовление жены к вечности. И он ответственен за то, чтобы его жена была в духовном состоянии, в очень хорошем состоянии. И от этого зависит сегодня положение мужа. Какое главное предназначение мужа по отношению детей? Это то, чтобы привести детей ко Христу. Это то, чтобы каждый ребенок, каждое дитя, которое даровал им Господь, они лично познали живого Бога. Слава Богу! И сегодня отец и вместе с ним его жена-мать, они ответственны о том, чтобы ихни дети, они пришли ко Христу, чтобы ихни дети повстречались с Господом, познали живого Бога и шли за Ним. Вы знаете, насколько это славно, когда отец исполнил в своей жизни это предназначение. И он отошел в вечность. И он знает, он свободен пред Богом. Мужа сказал, Господи, я исполню то, к чему Ты меня призвал. Жена моя в должном состоянии. Я учил ее, я с ней проводил время. Мы с ней вместе читали слово. Мы с ней делились. Я был вместе с ней, поддерживал тогда, когда она изнемогала, когда она нуждалась в помощи. Я делал все возможное с моей стороны, чтобы она духовно не оставила, чтобы она была на высотах Божьих. Дети мои, они познали Тебя, Господи. Я старался им проявить слово Твое. Я говорил им слово Твое. Я учил и наставлял так, как Ты учил меня через слово Твое. Я передал им истину Твою. И сегодня они в вере, и они сегодня служат Тебе. Насколько славно такому отцу представить при лицом святого Бога. Но вы знаете, сегодня есть великая ответственность на отцах, чтобы они так поступали в жизни своей. Это есть великая ответственность. И как важно, чтобы сегодня каждый отец возлюбленный, он был в должном состоянии пред Богом. В должном. Чтобы он сегодня вместе с матерью не являлся соблазном для своих детей, не являлся преткновением. Чтобы сегодня свет сиял в жизни отцов и матерей. Чтобы эти дети не видели достойный образец подражания. Вы знаете, говоря об отношении мужа по отношению к жене, Библия говорит о том, что жены получали мужей своих умерших, какими? Воскресшими. Скажите, откуда у этой жены была такая вера, что когда муж ее уже был мертвый, его не было в живых, а по вере этой жены Господь возвращал к жизни ее мужа, потому что ее муж совершал труд по отношению к своей жены. Возлюбленные сегодня отцы, они должны быть достойным примером и для своих жен, достойным образцом веры, достойным образцом подражания в Слове Божьем. И сегодня и жены смотрят на своих мужей, и сегодня и дети смотрят на своих отцов. Говоря сегодня немножко о детях, Библия учит о том, чтобы отцы вместе с матерями, они воспитывали детей в учении и наставлении Господнем. Аминь. И вы знаете, часто иногда бывает почему-то родители, они думают, ну вот мы посвятили своих детей Господу, они родились, мы привели их в церковь, братья служителя взяли их на руки, они за них помолились и предали Господу славно. И вы знаете, порой они отдают, бывают служителям воспитание своих детей, пускай они в церковь ходят, воспитывают их братья служителя, они возлагают эту ответственность, которую возложил на них сам Господь, почему-то на учителей воскресных школ, бывает такое? Бывают, братья и сестры. Но почему-то они больше заботятся о земном, чтобы был достаток, чтобы было все хорошо, порой забывая о том, а что сегодня в сердце твоего дитя происходит. Если ты сегодня отец или мать не в должном состоянии при лицом живого Бога, ты сегодня видишь внешнее, то, что видят твои глаза по отношению твоего сына или дочки, но ты не видишь далеко того, что глубоко таится в сердце твоего сына или дочери, и ты даже не можешь себе предположить, что может быть через два дня сделать твой сын или твоя дочь. Какой план коварный, быть может быть, враг поселил и посеял в сердце твоего дитя, которое может исполниться через ближайшее время. Но когда отец, он должен в состоянии при лицом святого Бога, он имеет контакт с небом, тогда сам живой Бог говорит с этим отцом. Он знает, когда нужно слово сказать вовремя своей жене. Он знает, когда нужно прийти к своему ребенку, узнать, быть может быть, зайдя в его комнату, спросить о нем, сына, как твои дела, как учеба, как жизнь, как у тебя на работе, все ли у тебя получается, могу ли я тебе чем-то помочь. Вы знаете, когда отец говорит, сынок, ты знаешь, вот Господь мне открыл такое-такое о твоем состоянии духовном. Вы знаете, этот сынок думает, откуда он знает. Эта дочка говорит, откуда он знает, откуда отец знает, что происходит в моем сердце. Да потому, что этот отец имеет живое отношение, связь с небом. Аллилуйя. Вы знаете, как нужно сегодня это отца, возлюбленные. Как нужно сегодня уделить внимание на много другим и серьезным вещам, тем, что происходит в жизни ваших, быть может быть, жен, отцы, мужья, братья. Те переживания, которые они имеют, и быть может быть, они хотели бы, чтобы вы были рядом и поговорили с ними. Могли бы поддержать и утешить, помолиться за них, благословить их во имя Господне. Они нуждаются сегодня в вашей поддержке и помощи, а вы сегодня просто смотрите на внешнее, так, чтобы жена была в достатке, дети в достатке, чтобы все, что надо, и у нее там были деньги, она себе купила в моле, чтобы дети купили, был сотовый, селфон, машина, все у них окей. А то, что происходит в сердце, а то внимание, которое сегодня необходимо жене, та поддержка духовная, она, быть может быть, она уже и жаждалась, нуждается в поддержке, чтобы сегодня источник живой воды через твою уста, через твою молитву, дорогой отец и муж, брат дорогой, он сегодня послужил для нее благословением, или для сына, или для дочери твоей, а этого сегодня нет. Сегодня твоя жена, и твои дети, дорогой брат, отец и муж, они нуждаются, чтобы ты, как отец, как глава, как пастырь, как священник дома, был в должном пред Господом состоянии. Аминь. В таком ли ты сегодня состоянии, отец, брат, священник дома, глава, которому Господь верил в великую ответственность, семья, жена и дети. За это надо будет дать отчет возлюбленные. Господь желает нам помочь возлюбленные отцы, братья, мужья, но сегодня нам нужно покаяться. Сегодня нам нужно прийти к Богу с покаянием, чтобы, быть может быть, столько лет обращали внимание не на то, что нужно было, а сегодня Господь говорит нашим сердцам, что сегодня нужно сблизиться с Богом. Бывают такие примеры, когда отцы не являются совсем достойным примером для своих детей, а наоборот, учат их совсем недоброму. Приведу такой простой пример. Однажды один человек звонит домой, сынок поднимает телефон, сынок поднимает телефон, и тот человек на том конце телефона говорит, отец дома, и сын говорит папе, папа тебя, а он говорит, скажи, что у меня дома нет. Вы понимаете? Сегодня отец учит ребенка своего обманывать. Завтра этот ребенок, завтра этот ребенок, он будет делать намного больше. Вы знаете, не то, что я хочу кого-то осудить возлюбленным, но сегодня в семьях народа Божьего много проблем и много трудностей, и бывают даже проблемы с детьми, правда? Вы знаете, что сегодня является самым ценным для отца и матери? Что? Это их не дети, правда? Они являются самыми дорогими, самыми ценными, тем, чем дорожат и родители больше всего на этой земле, после Господа, так должно быть. Это то, что для них очень дорого и ценно. И вы знаете, бывает такое положение, брат говорил за осуждение, бывает такое положение отцы и матери, когда отцы и матери, они неправедно судят детей других родителей, когда отцы и матери, они не в должном состоянии при лицом святого Бога, что делает Бог? Бывает, Бог попускает детей таковых родителей, чтобы их приблизить к Богу, чтобы исправить ихнюю жизнь, чтобы они увидели свое состояние, и как читал брат до этого, чтобы увидели бревно в своем глазу и не судили других детей, других родителей, а наоборот, как Христос, могли сострадать, могли своей жизнью показать добрый пример своим детям, не говорить о других детях перед своими детьми или осуждать кого-то, или унижать кого-то, брат говорил о суде, но наоборот, помолиться за них, поддержать их, войти, знаете, в состояние, в положение этой семьи, у которой есть проблема. И когда этот отец, он показывает достойный пример своим детям вместе с матерью, тогда Господь хранит эти семьи, Господь благословляет эти дома. И вы знаете, когда на отца возлагается такая великая ответственность по отношению жены, это труд совершать по отношению ее, чтобы она была в должном, духовном состоянии. Недавно мы с вашей молодежи Господь дал возможность поехать в штат Колорадо, и Господь делился, и один брат делился такой мыслью, он выразил, сказал такие слова для славы Божьей, что он по вечерам старается с женой читать Библию. И вы знаете, это труд, который этот брат совершает по отношению своей жены. И точно так же и братья сегодня должны вкладывать, должны заботиться о духовном состоянии своих жен. И говорить Слово Божье своим детям и мужья, и жены, как написано, сидишь ли, ложишься ли, идешь ли, стоишь ли, говори. Говори Слово Божье, пускай это доброе семя сеется в их сердцах. Вы знаете, однажды позвонил одному брату, это было давно, для меня тогда, конечно, это было не совсем понятно. И он говорит, ладно, брат, я извиняюсь, моя жена сейчас будет идти на брейк, он был дома, жена была на работе, и мне нужно позвонить ей и почитать ей Слово Божье. Конечно, мы положили телефон, я так размышлял, думаю, интересно, брат говорит, мне нужно позвонить жене, когда она на брейке, и почитать ей Слово Божье. Я потом только понял, когда Господь открыл это положение и предназначение мужей по отношению жен, чтобы приготовить их к встрече со Христом, как здесь написано, Христос возлюбил церковь, чтобы представить ее себе славной, церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная, тогда мне стало ясно, попозже, уже совсем недавно, почему тот брат так говорил, он заботился о том, чтобы духовное состояние его жены было правильным. Вы знаете, как важно, чтобы сегодня отцы во всем были добрым примером. Как часто бывает такое положение, приведу, вы знаете, об этом бывает, и Господь говорил через одного брата сосуда, что народ мой хромает в этом. В чем сейчас скажу? Бывают разные программы, на которых бываем мы, братья и сестры, восьмая программа, фудстэмп, медикал, другие программы, даже по уходу, когда люди пишут неправильные цифры, указывают неправильные суммы, неправильное число, и бывает, и дети это видят, и слышат, правда, и знают. И представьте, это духовное состояние отца, это духовное состояние матери, и что видят дети, чему им подражать, кому им подражать, возлюбленные. Нам нужно сегодня пересмотреть свою жизнь, нам нужно сегодня пересмотреть свои пути и хождение пред Богом. И хотел бы еще кое-чем поделиться. Когда на мужа возлагается эта великая ответственность, приготовление жены к вечности, к встрече со Христом, ее духовное состояние, то, чтобы привести детей ко Христу и его духовное состояние. Ему нужно очень много силы, ему нужно очень много помощи и поддержки. И порой бывает ему не просто нелегко. И вот здесь то и играет важную роль жена как помощница. Жены могут думать так, ну я же помощница, я и детей воспитываю, помогаю, я и стираю, и убираю, и готовлю, и другое, в чем помогаю мужу своему, когда он приходит уставший с работы. Нет, возлюбленные, это не есть главное предназначение, которое усмотрел для вас, как Господь. Нет. Когда Господь сотворил Адаму, помощницу, Он сотворил ее для более высшей цели. Сегодня вы, жены, матери, сестры, ваша ответственность, ваше предназначение как жен, как помощница заключается в том, чтобы, когда муж будет вести это главное служение в доме, как голова, как пастырь, как священник, имея эту великую ответственность пред Богом, заботясь о вас, как о женах, о детях, он будет изнемогать, ему будет тяжело, он будет уставать, будет нелегко и трудно, но вы, как помощницы, данные ему от самого Господа, ответственны, и ваше предназначение заключается в том, чтобы поддержать его духовно, чтобы молиться за него и стоять в проломе, чтобы муж ваш был в должном состоянии при лицом святого Бога. Заботитесь ли вы об этом матери? Заботитесь ли вы об этом сестры? В должном ли вы состоянии сегодня ваши мужья, если нет? Быть может быть, вы вините их самих в этом. Обратите внимание, сколько времени вы уделяете на то, чтобы именно молиться о ваших мужьях, чтобы неправильно воспитывали и вели в ваш дом, вашу семью к Богу, чтобы они правильно занимались и уделяли вам достаточно внимания о вашем духовном состоянии, несли попечения, о детях. Ваша ответственность, ваша задача быть великой поддержкой и помощью вашим мужьям. Я вспоминаю слова брата Дмитрия Беспалова. Он так образно говорил о том, что когда я, говорит, проповедую здесь, я, говорит, стреляю, говорит, а жена, говорит, подает мне, говорит, патроны. Понимаете? Она является помощницей, она подает патроны, а я отсюда стреляю. То есть, быть может быть, она сидит там в зале, но она молится, Господи, благослови моего мужа. Он сегодня несет служение. Пускай помазание от Святого Духа, оно будет на нем. Возьми его уста, сердце, разум, свой дел, благослови через него народ твой. И она стоит в проломе. Она молится за него. И муж тогда отсюда, в великом благоговении, в великом благословении помазания от Господа, говорит слово для народа Господня, которое касается сердце народа Божьего и меняет вместе с ним всю их жизнь. Аллилуйя! Но сегодня нам нужно понять нашу ответственность, наше положение, где сегодня мы, где сегодня отцы, где сегодня жены должны стоять при лицах Святого Бога. Какая ответственность и обязательство дана нам от Господа. Да поможет нам Господь, вот там возлюбленные, и да благословит. Вы знаете, хотелось бы кое-что попросить, если это возможно. чтобы сегодня братья, служителя, если возможно, прошли сюда, на это место, простолили руки в сторону отцов и благословили их во имя Господня, чтобы нам сегодня совершить особенную молитву за отцов, чтобы Господь им помог, чтобы Господь их восстановил, чтобы Господь их поддержал, чтобы Господь их благословил, нести и исполнить то предназначение, которое даровал им только даровал им Господь, если возможно. Хорошо. Аминь.